И я вернулась из Артека, и сегодняшнее видео мы с вами поговорим, о многом поговорим. И знаете чё? Я открываю аудиозаписи, дофига миллион разных аудиозаписей у меня, тем более то, что ВК этот у меня не первый год. Так вот, я открываю аудиозаписи и ставлю на перемешать. Чтобы он мне перемешал музыку, я послушала всё, что там есть, а там я заснулась на столько разного говнеца, типа детских песен, и всё такое, начала это постепенно всё удалять, короче, я натыкаясь на песню Алексеева. А там же заставки, да, в музыке? Какого фига он накрашен? Можно, пожалуйста, расскажите, а? Вот почему он накрашен? Сегодня я решила поговорить с вами о моих фаворитах этого месяца, и вообще, в принципе, обо всём, что произошло в последнее время, потому что я очень сильно захотела снять видео, в котором поговорим с вами о чём-нибудь. Да, вот, а ещё хорошее настроение, а видео правильно надо снимать, в хорошее настроение и с хорошим освещением у меня, естественно, свет падает из макушка, с видом на дорогу и бегающими машинами. Короче, ну что, начинаем, что ли? Итак, хей, ребята, всем привет, с вами Диана, и я рада, что вы зашли посмотреть это видео, и вы на моём канале, добро пожаловать, садитесь поудобнее, давайте с вами поболтаем, надеюсь, это видео будет не очень долгим, не очень длинным и не очень нудным, ну а также я надеюсь, что под этим видео не закроют комментарии, потому что я тут не показываю никаких детей, я показываю только себя. Одно видео на моём канале осталось с комментариями, прикиньте, только одно, и мне так обидно то, что никто не может писать мне комментарии, но у нас есть один простой выход, вы открываете сообщество на ютубе, и там будет соответствующий пост с этим видео, под которым вы будете писать все свои комментарии. И да, ещё вы наверняка заметили то, что у меня новая заставочка в видео в самом, и, конечно же, в конце тоже новая заставочка в видео, и как они вам, пишите, нравится или нет, убрать их или оставить, а также пишите, что бы вы хотели видеть на моём канале в последнее время, и как вам понравились видео из Артека, а также самые классные, интересные комментарии от вас, моих зрителей, будут попадать в мои следующие видео. То есть вы оставляете в сообществе на ютубе, или даже, может быть, под видео, свои комментарии там. В следующем видео я вставляю ваши комментарии, так что давайте, печатайте. А также задавайте вопросы с хэштегом Азгди, можете даже без хэштега, и в следующем видео я на них отвечу, или в позаследующем, когда наберу достаточно много вопросов. Так вот, о чём я? Ага. Да, рассказывайте обязательно также в комментариях, как проходит ваше лето, где вы были, что делали, что вы будете делать. Это было, наверное, одно из самых лучших лет. Ну, типа, лето. Это было одно из самых лучших... Блин, как это сказать? Это было самое лучшее лето за всю мою жизнь, даже несмотря на то, что оно ещё не закончилось. А я отдохнула, я побывала там, где мечтала побыть. И не спрашивайте, что стало с моим русским, его просто нет. Первое. Наконец-то исполнишь моя мечта покататься на лошадях. И я покаталась на лошадях, и знаете, мне понравилось, но только одна лошадь не хотела со мной ехать, и она просто разворачивалась и шла обратно в стойло. Вторая моя мечта, которая, я не знаю, я очень-очень давно хотела попасть в лагерь. Мне было вообще всё равно, в какой лагерь, и я в этим летом уже была готова ехать в любой лагерь, потому что я нереально хотела побывать в лагере. А это как бы уходит последний год, когда я могу нормально побывать в лагере, потому что следующий год — это экзамены и поступление в институт. Извините, но нет. В этом году я попала не просто в лагерь, я попала в Артек. Это, я так вам скажу, лучший лагерь страны, да. Считывая тот факт, что я впервые еду в лагерь, я вообще не знала, что как будет. И в общем, делегации мы поехали в Артек, и приехала просто я нашла кучу новых друзей, новых знакомых с разных городов. После Артека с одной девочкой Юлей я уже встретилась, и когда я приехала, я безумно по всем скучала. Там нереальная атмосфера, там очень красиво. Я попала в лагерь Лазурный, попала в Тур-Отряд, у нас были офигительные вожатые, офигительный отряд, офигительные дети. Я вообще в отряде одна была единственная из Волгограда. Если вы еще не опоставили, подавайте грамотки в Артек. Я вообще думала, что сложно попасть, но на самом деле оказалось, что это вообще ни капельки не сложно. И сейчас самое интересное, то что мне пишут дети-артековцы, которые поехали на следующую смену, которых, то есть, я вообще ни разу в жизни не видела, это очень интересно, себе переписываться, общаться, куда они попали, что там делали, все такое. Перейдем к фаворитам в одежде. Он у меня пока что один, ну как один, еще есть шорт, в которых я была в лагере. Вот тут, может, я загружу вам фоточки. Ну, а еще я недавно купила штанин. И вот это реально мой фаворит, я вам сейчас постараюсь их подпакать. Вот, вы видите что-нибудь, да? Да, да. Надеюсь, что да. Но они прям реально очень классные, мне они так нравятся. Кстати, да, последнее видео там было немножечко про моду, влог, да, кто смотрел, кто не смотрел, заходите, смотрите, там есть, мне кажется, что-то интересное. Но я вам скажу, я тот человек, который не придерживается вообще моды, стиля. Я ношу то, что мне нравится, то, в чем вы чувствуете себя классно, супер, хорошо, то и носите. Не придерживайтесь моды, потому что она всегда меняется, и в следующем месяце уже может быть вообще что-то совсем другое. Как бы тратить столько денег на одежду, ну, не будет у вас тогда денег. А еще, недавно я захожу в свой инстаграм, там дофигища постов Майли Сайрус о том, что скоро выйдет ее новая песня, Mother's Wrote. Песня мне понравилась, клип мне не очень зашел. Ну, а песенка достаточно прикольная, поэтому послушайте, я сюда отрывок не буду вставлять, дабы избежать блокировки данного видео, потому что Ютуб немножко офигел. Напишите в комментариях под этим видео, если они останутся. А если не остались, переходите в сообщество, я ссылочку оставлю в описании. Общество в Ютубе, конечно же. Вообще, печатайте, какие новые треки вы нашли для себя этим летом, отправляйте на них ссылочки, там, в ВК мне можете их присылать, обязательно послушаю, вдруг мне они понравятся. Ну, музыки много никогда не бывает, у меня их где-то около тысячи треков в ВКонтакте. Можно посмотреть развитие Дианы, детские песенки, да, всяких барбариков, вот, и до сейчас. А теперь перейдем к фильму. Затем с того, что я ходила в кино с моими друзьями на фильм «Собачья жизнь 2». Это очень классный фильм, он суперский. Я смотрела первую часть этого фильма. Он был просто обалденным. Первая часть, она зашла на все сто, и там играл актер, угадайте откуда, из Ривердейла. Ну, под конец этого фильма, первой частью, он уже стал старее, его, естественно, играл другой актер. И во второй части те же актеры, они сохранились из того фильма. Были смешные моменты, были грустненькие, но я не плакала. Вот, например, моя подружечка Альбина, которая сидела справа от меня, она плакала весь фильм просто нон-стопом. После фильма еще минут 10. Следующий фильм, который я посмотрела, это «Дом странных детей. Мисс Перегрин». Я знаю, 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 вышел он давно, но я его посмотрела только сейчас, после прочтения книги. Сразу рекламирую книгу. Вот она. И да, я ее читала на английском. О, этот запах! Знаете запах новой книги? Вот он. Кстати, книга очень классная даже тем, что там есть всякие фотографии, и ты представляешь, о чем ты реально читаешь. То есть вот автор собирал фотографии, редкие, старинные фотографии, очень странные, на которых там были изображены странные идеи, все странные, взрослые. И когда он их собирал, он не был таким заядлым собирателем. Как это сказать? А то, что он смотрел на эти фотографии, подумал, а ведь у каждого этого человека есть своя история, но он пытался найти их реальные истории и не нашел. И решил тогда придумать свои истории об этих детях, взрослых. Так родилась у него книга «Дом странных детей. Мисс Перегрин». Фильм «Огонь». Но там так много пропустили, это капец. Просто обрезали больше половины книги. Сегодня, вот перед съемкой этого видео, я посмотрела вместе со своей подругой Ритой. Рита, привет! Пиши в сообществе в комментариях или под этим видео в комментариях, что-нибудь. Я буду ждать тебя сквозь ней ночи. Да, кстати, напоминаю, лучшие интересные самые комментарии попадают в мое следующее видео и следующее. Так что в мое видео может попасть даже ты. Этот фильм называется «Школа одноклассники любви». Это не сериал, это фильм с Малли Сайрус в главной роли. Фильм классный, нам так понравилось. Вообще, его решил посмотреть Рита так-то, потому что она увидела, что там играет Малли Сайрус, и она сказала, все, смотрим. Ну, Малли Сайрус — это Ханна Монтану. А мы обожаем Ханну Монтану. Я хочу, чтобы вы мне писали комментарии. Это самое интересное, читать чьи-то комментарии и отвечать на них. Ну, а теперь мы перейдем к книгам. Эту книжечку я вам уже рассказала. «Мисс Перегринс, Хоумфопик, Йо Чилдрен». Теперь я хочу вам рассказать про еще одну книгу, которую я прочитала на английском. Это «The Fold in Our Stars». Интересно, нормально произнесла или нет. Которую написал Джон Грин. И да, я вам про похожую книгу лет 200 назад рассказывала, точнее, это она же и есть «Виноваты звезды». То есть, если здесь в переводе «Виноваты звезды», то тут практически так же, что здесь написано «Вина в наших звездах». Следующая книжка — это как раз та книга, по которой был снят сериал, о которой я не так давно упоминала. Это «Сумеречные охотники». И да, сериал был снят не по этой книге. Нет, не по этой. Это как бы первая часть, но это не первая часть. В общем, у Кассандры Квер вот такая стопища книг про «Сумеречных охотников». И всё это начинается с 1950 какого-то там года, или даже раньше, по-моему, короче, до исторических времён. Несколько историй, которые сплетаются во всю одну громадную историю. Эти истории можно читать по отдельности, а потом, когда ты их все прочитаешь, они связываются в одну красивую историю, разбивающуюся на множество разных линий. И мне брат на день рождения, чему я очень рада. Я хочу собрать все книги Кассандры Квер. «Сумеречные охотники», «Хроники Академии». В общем, Саймон потерял свою память, когда помог уничтожить Валентина. Его отправил в Академию сумеречных охотников, чтобы он всё это вспомнил. А ещё он уже не вампир. Он стал обычным человеком. Обязательно оставляйте комментарии, потому что самые лучшие интересные комментарии попадут в моё следующее видео. И то есть каждый из вас, даже ты, ты не сидящий тут перед экраном, да ты, и можешь совершенно спокойно попасть в моё следующее видео. Ну а на этом всё. С вами была Диана. Оставляйте комментарии. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то не забывайте подписываться на канал. Ставьте большие пальцы вверх. Также не забывайте подписываться на мои соцсети. И на мою официальную группу ВКонтакте. Все ссылочки будут в описании. Также ссылочка на сообщество Ютуба тоже в описании, где вы должны написать комментарии, если тут комментарии закроют. Ну а на этом всё. С вами была Диана. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok